Радио Болткова. Утро на Болткове. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Говорим через маски, сидим строго на расстоянии двух метров друг от друга. Олег Пек, Александр Шунин с вами проводит это утро. Доброе утро, доброе утро. Ну и сегодня у нас на календаре, что 23 февраля. Поздравляем всех причастных к 23 февраля. Хотя событий в этот день не хватает. Ну рассказывайте, рассказывайте. Ну с чего начать? Например, очень яркая личность родилась в этот день в 1633 году. Сэмюэл Питт, чиновник британского адмиралтейства, член парламента, который стал знамениться своими воспоминаниями. Замечательно они назывались «Домой ужинать и спать». Я думаю, что большинство людей могут написать абсолютно с тем же заглавием. Я чувствую себя тем самым Питтом уже всю пандемию. «Домой ужин и спать» – это весь мой маршрут вы сейчас описали жизненный. Весь британский юмор, в общем-то, укладывается в эту не толстую книжку о том, как член парламента, действительно переживал каждый день сначала… День сурка, в общем. Да-да-да, собираясь на работу, потом весь день мечтая о том, как он вернется домой. Ну и сегодня родился основатель банкирского рода мэр Ротшильд, от которого, в общем-то, вот это вот все пошло. Как же вот угадать, вот чтобы родиться вот именно в этой семье? Вот невозможно, аисту надо взятку дать или как, вот я не понимаю. Ну и вот если говорить, у вас еще есть какие-то события? У вас. У меня как бы я сегодня как-то, да, пропустил. Да, я готов сыпать, я готов сыпать, пожалуйста. Ваше любимое, можем затронуть кино, 25 лет назад в Великобритании в прокат вышел фильм Дэнни Бойла «Нейгле», он же трейнспотинг знаменитейший. Сегодня 60 лет отмечает Олег Гаркуша, шоумен, группа «Аукцион». Я вот, например, в юности ею заслушивался. Сегодня же день рождения Цезаря Ритца, того самого Ритца, в честь которого Ритца, все отели, названные день рождения Малевича, Евгения Крылатова, Питера Фонды, Олега Янковского. Много-много ярких личностей сегодня появились на свет. Ну, а вот если говорить о кино, я слышу постоянно сто, ну, вот в моей френдленде, все те, кто связан с прокатным бизнесом, они говорят, ну, почему в соседней Эстонии, например, вот открыты кинотеатры, то есть там, ну, хотя бы как-то что-то показывают на киноэкранах, а у нас, к сожалению, вот все закрыто с ноября, и непонятно, когда откроется, и понятно, что, ну, это наносит очень большой ущерб. И я понимаю, что не только с прокатом кино такая же история. В общем-то, странные действительно вопросы, почему вот у наших соседей можно, вот, приехав к ним, улететь в какие-то теплые края, то есть что-то работает туристический бизнес. У нас пока вот с этим совсем все плохо, но я думаю, что об этом нам расскажет подробнее глава туроператора Тест-тур Латвия Константин Польгов, который уже с нами на связи. Здравствуйте. Доброе утро, Константин. Доброе-доброе утро. Ну, вот странная действительно ситуация, когда латвийцы для того, чтобы уехать куда-то отдохнуть, пользуются услугами туроператоров наших соседних стран. Какая-то такая вот, ну, несправедливая, кажется, конкуренция. Еще раз доброе утро. На самом деле, вы правы. Если слушатели уже устали слушать про туризм, то мы не устанем точно об этом говорить до тех пор, пока отрасль не приведет свое состояние в полную боевую готовность и не станет работать хотя бы как в Эстонии или в Литве. Достаточно странная ситуация. Мы обратили внимание неделю назад, что первые рейсы чартерны улетели из Эстонии в Египет и на Карнарские острова. И, к сожалению, наши законы не позволяют нам развернуть нашу деятельность после 12 месяцев остановки. Иногда люди правильно говорят. Можно ничего не придумывать, просто посмотрите, как делают эстонцы, и просто скопируйте, и все будет нормально во очень многих случаях. В этом случае это тоже касалось бы, на самом деле, самого разумного решения, потому что, ну, тут непонятно, то ли эстонские власти совсем не любят свой народ, потому что они не знают, что происходит вокруг мира, и предполагают открывать рейсы для того, чтобы люди заражались где-то по миру и возвращались назад в Эстонию. То ли наши что-то не понимают, что-то не понимают и пытаются просто перестраховаться. Вот по моей информации, пока неофициальной, на одном из заседаний Кризисного совета один из доводов, которые приводились, почему из Латвии невозможно совершать чартерные рейсы, оглядываясь на Эстонию, был приведен аргумент в том, что, вы знаете, после того, как эстонцы полетели, стала очень сильно расти заболеваемость ковида в Эстонии. Интересно, кто такой фактор придумал на вчерашнем заседании, потому что первый чартерный рейс вернулся только в субботу, то есть два дня назад. Интересно, как могла резко в стране произойти такая вспышка после того, как рейс приземлился несколько часов назад. Вот эти все аргументы непонятные, которые набрасываются на стол, которые здесь у нас учитываются просто, наверное, для перестраховки, или отсутствие квалификации, к чему я не верю. Я думаю, что все-таки люди квалифицированные принимают решения, но, тем не менее, уровень компетентности, который происходит в последние 12 месяцев, или уровень принимаемых решений просто угробил весь бизнес. Очень трудно говорить простыми словами. Иногда уже работники туризма жалеют, что 12 месяцев назад не выжили на забастовку, не пришли, как работники культуры с кирпичами на Домскую площадь, или как парикмахеры не требуют отставки министра или обращения в Конституционный суд. Мы же, как такие джентльмены, пытаемся решить это все через кабинеты, через спокойное деловое общение, но 12 месяцев хождения по кабинетам ни к чему не привели. Я думаю, что ни к чему в ближайшее время не приведут. Вот такая ситуация, к сожалению, на данный момент. Я знаю, что очень многие боятся это говорить. Я знаю, что люди доведены до отчаяния из-за того, что 12 месяцев они не могут начать работу, в том числе потому, что есть какие-то решения, которые непонятны. Никто не может объяснить их, почему в Эстонии, в Литве так, а у нас так. Но когда-то, когда мы общались с СПКЦ несколько месяцев назад, нам говорили, ну вот немцы могут летать сюда, они могут в Турцию летать летом еще прошлого года, потому что у них здравоохранение лучше и так далее. Ну такой аргумент почти неубиваемый, который трудно спорить. Но вот интересно дождаться комментария, почему эстонцы с литовцами могут летать. Почему из Лондона в Таллинн можно летать, а из Риги нет. Почему рейс из Лондона был организован как репатриационный, с появлением сумасшедшего опасного бизнеса, вируса, и был предпринят репатриационный рейс. Вывезли всех, кого хотели, а потом через два дня закрыли сообщение в Селикобритании, а потом его опять открыли, а сейчас его опять закрыли. И все это в течение одного месяца. Кто-то может объяснить логику принимающих таких решений? Вот тысячи людей сидят, ждут, думаю, что на выборах они проголосуют то, что хотят сказать тем людям, которые принимают решения. А тысячи людей – это тот процент, который вам политики, может быть, не хватит для того, чтобы победить на выборах. Не знаю, как еще аргументировать свои призывы, но по большому счету мы, конечно, продолжим такую порядочную коммуникацию, продолжим еще раз разговаривать, а не прибегать к мерам, как это делают другие индустрии. Но тем не менее времени у нас на то, чтобы продержаться, осталось очень-очень мало. Напомню, 12 марта будет ровно год, как остановилась индустрия в стране. Ну, я вот хотел просто уточнить, ведь, насколько я понимаю, сейчас даже и у наших соседей разработаны своего рода протоколы безопасности, которые сейчас происходят самообслуживание туристов на отдыхе, несколько по другим правилам, и там отменены экскурсии. То есть, ну вот, чтобы минимизировать риски заражения, сделана, в принципе, ну вот, очень большая работа, я насколько понимаю. Каждая страна, которая принимает туристов, для каждой страны, Испания, Египет, Канарские острова, Греция, Болгария, они заинтересованы, чтобы в их стране ничего не произошло ни с одним туристом. Предпринимаются огромные меры. Точно так же, как и в нашей стране принимаются меры для того, чтобы путешественники были, чтобы чувствовали себя в безопасности. Рассуждать о том, что... Вот мы говорим о том, что такие меры разрабатываются, послушайте, еще раз, 12 месяцев. Вот кто-то сидит, это все разрабатывает, пишет постоянно, сколько мы это делаем, не занимаясь основной работой, а кто-то садится в самолет и просто летит. И все это отношение властей к людям и к бизнесу, который, по большому счету, создает до 10% рабочих мест и дает 4% ВВП страны. Но если мы не такие важные, ну тогда скажите, какие у вас цели, что вы хотите закрыть индустрию или скажите хотя бы, что 6 месяцев вы не будете работать, потому что у нас такие ощущения. Мы не можем жить постоянно в подвешенном состоянии. Какие у вас прогнозы? Что вы хотите дождаться? Чтобы было просто банкротство параллельное, чтобы бизнесмены не выдерживали, чтобы были какие-то разорения бизнесов, чтобы были какие-то несчастные случаи, происходили с людьми, которые не выдерживают такого напряжения. Какая у вас аргументация того, что вы принимаете решение, что индустрия не может работать так, как у соседей? Кто принимает такие решения? Кто находится в этом кризисном центре? Какая их квалификация? – Константин, вы говорите, что год уже ходите по кабинетам, но наверняка все эти вопросы вы задаете не только в риторическом ключе, но и конкретным чиновникам, тем самым специалистам. Какие ответы вам дают они? – Знаете, два последних письма, которые мы отправили где-то полгода назад, ну сейчас плюс-минус, месяцы назад, в Министерство экономики, Министерство, которое отвечает за нас, за индустрию, остались без ответа. Но писать третье, пятое, девятое смысла никакого нет. Мы призывали принимать оперативные решения. Знаете, как это работает? Я вам сейчас расскажу, у нас время, наверное, пару минут есть еще. – Да, конечно. – Тогда, когда случилось 12 марта, я приехал в аэропорт, встал перед очередью людей, которые должны вылететь в Хургаду, и сказал, ребята, рейса не будет, все, кто-то сказал, понимаем, потому что первая информация пошла уже там. И мы знали, что в Египте есть вопросы, связанные с некоторыми отелями, и нужно было просто не вылететь. После этого индустрия остановилась, мы начали писать в Министерстве экономики о том, что нам необходимо начинать поддержку, потому что есть куча вопросов, которые не решаются. В общем, это сначала Министерство экономики, потом, если помните, все это началось с министра Намира, после этого была демиссия Намира, потом искали нового министра, потом министр приходил, и, конечно, ему необходимо было время на подготовку и просто вникание в индустрию, вообще в экономику министерства. После этого у нас была встреча с ПКЦ, после этого у нас встреча была с Угодумпис, после этого у нас была встреча с перевозчиком, после этого мы смотрели пресс-конференцию Каринша, который говорил, что можете спросить у Министерства иностранных дел, что с туризмом происходит. После этого у нас была встреча с Министерством иностранных дел, Министерство иностранных дел в конце концов сказало, что мы не рекомендуем никуда путешествовать, после этого мы попросили просто встречу с новым министром здравоохранения, была через ЛДК встреча с новым министром здравоохранения, мы спросили, можно ли делать так, 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 вот такие шаги, да, пишите, 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 мы все написали, куда-то эти бумаги приходят, ответ такой, что путешествовать нельзя. Ну, наверное, кому-то можно, кодипломатические паспорта есть, наверное, как бы они не считают необходимым, ну, прислушиваться к тем, что люди тоже хотят путешествовать, что они за год просто заслужили такое путешествие. Мы же предлагаем действительно проверенные пути для того, чтобы люди сели в Риге в самолет, не путешествовали через границу куда-то, в Эстонию, в Литву, чтобы не летели в сумасшедший загруженный Франкфурт, где заразу можно поймать намного быстрее и гарантированнее. Вылетели из Риги, вернулись из Риги, мы знаем, на каком самолете они летят, у них нет транзитного аэропорта, они едут на понятных автобусах, они возвращаются в понятную дату, тот же самый контингент, они не вылетают с островов ни на какие материки. Разве это не аргументация, разве это не подход к тому, чтобы сохранить безопасность, сделать его более, ну, понятным и прозрачным. Но у нас простое решение, на самом деле, просто запретить. Ну вот, еще раз повторяю, 12 марта, давайте отметим вместе с господином Кариншем эту дату и пригласим в онлайн-конференцию тысячи людей, которые работают в индустрии, и поговорим возможно спокойно. У нас есть звонок, да, доброе утро, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вы знаете, я вот слушаю человека, и на самом деле... Константин Пальгов, да, глава туроператором. Да-да-да, я знаю, он многократно появлялся у вас в гостях, как бы, и чувствуется, что, знаете, по-предпринимательски, я сам руковожу предприятием, что вот сердце кровью обливается, человек действительно переживает за свое дело, и, в принципе, я многих знаю, кто в этой отрасли сейчас вот завис. Ну, просто угробили. Вы знаете, на самом деле худшее, что можно было сделать, я с Константин Пальговым согласен, сделали. Вот, ни на кого не оглядываясь, не знаю, по какой причине, можно только догадываться. Может, подготавливают почву для того, чтобы просто подбирать обанкротившиеся бизнесы, у нас уже это обкатанный механизм, чтобы сейчас администраторы поработали. Не знаю, но, господин Пальгов, держитесь, все отрасли желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот интересно... Спасибо большое. Вы знаете, помимо эмоциональной части, которую я понимаю, что не все слушают в стране то, что мы сейчас говорим, а, может быть, некоторые не хотят такое слушать, но просто люди должны понимать о том, что мы подписываем многомиллионный контракт, у нас есть ответственность, которая не только профессиональная, не только репутационная, но и финансовая, в том числе перед государством. И если государство нам не предоставляет возможность работать, если это эти механизмы, которые введены сейчас, введены самим государством, как минимум, разве мы не можем рассчитывать на диалог? Неужели за 360 дней не нашлось в Кабинете министров возможности на полчаса встретиться с индустрией напрямую, без всяких лишних кругов, которые касаются других индустрий? Неужели вы слушаете только тех, которые вам готовят эти бумажки, после которых вы говорите, нет, мы просто никуда не полетим? Почему авиакомпания AirBaltic получает 250 миллионов и 20 самолетов стоят на земле? А так они еще сейчас придут за деньгами не получат. А для авиакомпании, которая 40-50% бизнеса связана с транзитом в третьи страны, до сих пор не разрешено. Высококвалифицированный персонал, пилоты, которые сотни тысяч тратят на свое обучение, сидят на земле. Кто-то за это должен ответить или там отвечают только те люди, которые принимают решения. Мы считаем, что вот... Ну а много ли изменилось после того, как на несколько месяцев, начиная с Нового года, все было закрыто, в том числе с комендантским часом, для простых людей, ну таких, как я, наверное, должно было быть понятно, что за пару недель должно что-то было произойти. Ничего не произошло, только растет все. Но может быть не в этом причина? Может быть хотя бы надо как-то начинать с экономикой разговаривать? Я знаю, что меня слушают очень многие, я знаю, что многие боятся такие вещи говорить. Я не думаю, что я сказал что-то очень неприятное, но возможно это не то, что хочется слушать. Давайте начнем диалог, давайте мы хотя бы в течение какой-то недели друг друга услышим, потому что, еще раз повторяю, символическая дата остановки индустрии в один год, она на самом деле может быть для многих предприятий стать непроходной. У нас еще один звонок. Да, пожалуйста, сделайте радио птичера. Доброе утро. Я господина Пальгова знаю лично, достаточно давно, уважаю. Человек просто молодец, поднял этот бизнес в Тестуровске вообще не с нуля, но практически с нуля. Но вот сейчас слушаю, и если честно, Константин, поражаюсь. Какой к черту диалог? С кем диалог? С ЗМИ, которые понимают в экономике только то, что из нее можно вытаскивать деньги? С кем разговаривать? С теми людьми, которые не знают вообще откуда берутся налоги? Которые думают, что налоги берутся из воздуха? Которые думают, что государственная казна – это только такой большой мешок, в котором деньги образуются сами с собой? Не с кем там разговаривать. Ну, спасибо. Ну вот, кстати, это действительно один из аргументов. Ведь я понимаю, что отрасль, которая дает и 10% рабочих мест, и 4% ВВП, то есть это все-таки понимают ли, откуда потом брать деньги-то? Да, Дима, я узнал вас по телефону, мы действительно знакомы давно. Спасибо за комментарий. Я согласен с тем, что иногда это для кого война, для кого мать родная, так говорят, или просто голос про пустыню там есть еще. Дело в том, что на самом деле мы же не шахтеры, мы не хотим выходить и бить касками по кирпичам или применять какие-то другие меры. Мы на самом деле работаем в том бизнесе, где очень многие вещи решаются диалогом, где очень многие вещи решаются с международными партнерами, наоборот, за круглым столом. И мы умеем это делать, и мы знаем, как это делать. И, наверное, за многие очень годы доказали, что профессиональность отрасли достаточно высокая. У меня есть надежда на то, что все-таки люди, которые могут принять решение и которые имеют возможность слушать, они услышат. А те, кто не хотят слушать, я понимаю, что это останется в архиве, и потом будем сами для себя просто просматривать эту запись и понимать, что мы сделали все, что могли. Мы действительно пытаемся с очень многими через ассоциацию латвийскую туристических агентства операторов, которая ведет неимоверную работу, просто какую-то... За это никто не платит нам за то, что мы сейчас пытаемся вернуть отрасль в то состояние, из которого у нас выкинули. Люди сидят на земле, они сидят на Дэкстове, на других деньгах, которые могли бы получать, и просто нет никакого диалога. Понимаете, это проблема. Я смотрю пресс-конференцию, которая идет иногда, не иногда, а уже в последнее время в открытом режиме премьер-министр проводит. Одни и те же журналисты, которые задают вопросы. Ну вот и все. Господин премьер-министр, встретись с индустрией туристических агентств и операторов, найдите возможность, узнайте не от советников, а от людей, которые 30 лет работают в этой индустрии, которые приносят много рабочих мест, и которые много сделали для страны. Встретитесь, найдите 15-20 минут. Думаю, что вы хотя бы узнаете, что на самом деле происходит в индустрии. У нас разрываются, кстати, телефонные линии. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Можно высказать свое мнение? Если можно, только коротко очень. Ну, только дайте до конца сказать, что я считаю, это вредительство экономики. Специально, продумано. Теряются же многие миллионы. И не только в туризме, но и в других отраслях. И кто будет ответственность нести? Вот смотрите, Лемберска посадили, а Каренща с правительством, кто их посадит? Ну вот кто? Он же памятник. Еще сразу один звонок. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Борис. Мне, вы знаете, эта дискуссия не совсем понятна, потому что вещи настолько очевидны. Мы страна под, я извиняюсь, внешним управлением. У нас даже президент и президент министров, премьер-министры, граждане других стран. Ну, господа, проблемы индейцев как в боях не волнуют. Тут, как говорится, каждый сам за себя. И мы интересны тем, кто нами управляет, только как плацдарм в контексте России. Ну, это наша реальность, а какие-то, извините, местные бизнесы, ну, что? Ну, да, но с другой. Я хочу, Олег, если можно, я бы откомментировал, давайте не уходить в сторону политики. Здесь мы не хотим никого подогреть и тем более скатываться к уголовным делам, которые сейчас говорили слушатели. Задача для того, чтобы мы... Задача сегодняшнего эфира просто для того, чтобы рассказать еще раз, ну, постараться рассказать еще раз, что в отрасли существуют проблемы, которые невозможно решить без вмешательства государства, которые регулируют вопросы, связанные с ограничением передвижения. Это единственная отрасль, которая столкнулась с этим в первый день и продолжает тянуть эти проблемы очень долго. Многие, кто мог возможность или перепроферироваться очень быстро или решить свои вопросы, связанные с прекращением бизнеса. Мы понимаем, что это невозможно сделать, потому что специалисты, которые работают в индустрии, это высококвалифицированные кадры, которые потратили на обучение очень много времени, средств и денег. И очень трудно понять, куда, в какую отрасль переквалифицировать людей, знающих много иностранных языков и владеющими бизнесами, которые готовы приносить деньги после того, как ситуация будет разрешена. Повторяю еще раз, что нет необходимости подогревать ситуацию. Ситуация достаточно подогретая уже без нас. Есть необходимость в диалоге для того, чтобы люди, которые принимают решения, знали из первых уст, что происходит. Латвийская ассоциация туристических агентств и операторов находится в центре, она работает каждый день. И исполнительные секретари и директора находятся на месте. Всегда можно встретиться и поговорить. Я бы хотел, чтобы так произошло в ближайшее время до принятия решений, связанных с следующими ограничениями или их продлениями. Ну что же, да, тем более, что у наших соседей все-таки как-то мы видим, что эти проблемы решаются. Рады за них, поздравляем их и надеемся, что мы сможем тоже очень скоро возобновить свою работу. Но их, во всяком случае, использовать их опыт, что достаточно лежит на поверхности. Да, спасибо большое. Спасибо, Константин, что были с нами. Держитесь. Конечно, мы надеемся с Олегом тоже, что этот диалог состоится. В принципе, странно выслушивать такие мнения. Как так? Ну, в самом деле, яркая достаточно сфера, приносящая деньги, которые трудоустроены тысячи людей, и не найти время для диалога в течение года, это, в самом деле, звучит как-то не очень логично. А что касается новых ограничений, сегодня в 10 часов, буквально через полтора часа снова сойдется Кабинет Министров и вот так называемый Совет Кризисного Управления, чтобы обсудить ситуацию, обсудить возможные облегчения или ужесточения вот этих вот ограничений. Опять же, ситуация парадоксальная. Одно министерство призывает к тому, чтобы возобновить работу магазинов, причем всех. А другое министерство, а конкретно здоровье, говорит, да ни в коем случае, вот эти вот мемы, которые пошли уже в интернете, мол, давайте познакомим двух министров. Как они? Константин говорит, что нет диалога с его сферой, так у них между собой, получается, нет диалога. Странно это все на самом деле. Удивительно. Сейчас, наверное, я предположу, что у нас небольшая будет пауза, после чего мы... У нас будет пауза, давайте уточним. Нет, не будет паузы. Мы будем работать без паузы. Да, действительно. У нас не будет паузы. Мы продолжаем дальше. Мы меняем тему. И, конечно, Константин тоже прозвучал это в нашем разговоре. Обвинительный приговор к спину Лемберсу, который вчера прозвучал, и не только ему, но и его сыну, его подельнику. Как изменится политический ландшафт? Как изменится экономический ландшафт? Все-таки у нас будет перерыв. Мы на него уйдем. И после него вернемся. У нас в гостях будет, разумеется, пока еще удаленный Илга Крейтус и профессор Рижского университета имени Страдания и экс-спикер Сейма. Мы поговорим, да, как изменится экономический и политический ландшафт с уходом с активной сцены господина Лембергса. Новости Эхо Москвы на Радио Полтком. Доброе утро. Информационная программа Эхо в эфире. В студии Ирина Мерколова. Коротко главные новости. В Грузии задержан оппозиционный политик Никонор Мелия. Владимир Путин поздравил россиян с Днем Защитника Отечества. Россиянин Артемий Панарин в ближайшее время не будет участвовать в матчах своей команды Нью-Йорк Рейнджерс из-за выдвинутых обвинений. Вы слушаете информационную программу Эхо. В Грузии задержан лидер крупнейшей оппозиционной партии Никонор Мелия. Полиция применила слезоточивый газ. О том, как проходила спецоперация, расскажет Андрей Гаврилов. Операция по задержанию одного из лидеров грузинской оппозиции началась на рассвете на окраине Тбилиси. Штаб-квартиру партии «Единое национальное движение», созданной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, окружили полицейские, в том числе отряд сил быстрого реагирования. Спецназ ворвался в помещение, где находился лидер партии Ника Мелия. Грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил о применении силовиками перцового газа. Мелию задержали. Несколько его сторонников пострадали. Возле офиса крупнейшей в стране оппозиционной партии тоже прошли задержания. Напомню, на прошлой неделе Тбилисский городской суд выдал санкцию на арест политика за отказ выплатить денежный залог по делу о беспорядках на митинге позапрошлым летом. Мелия в ответ закрылся в партийном офисе. Решение суда привело к отставке премьера. Георгий Гахария называл неприемлемым задержание оппозиционера. Это, по его словам, может обострить и без того напряженную политическую ситуацию в Грузии. МВД ненадолго приостановило операцию по задержанию Мелии. Ее провели вскоре после вступления в должность нового главы правительства. Как передают Интерфакс, грузинская оппозиция намерена в ближайшие часы провести акцию протеста в Тбилиси с требованием освободить Мелию. Вы слушаете информационную программу Эхо. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Защитника Отечества. Он отметил боеспособность вооруженных сил и то, что они владеют новейшим оружием. А также поблагодарил всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга и отдельно обратился к ветеранам. Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов. Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков. И потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками, армией и флотом. Этот союз выкован столетиями. И сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной. Сегодня Путин возложит венок в могиле неизвестного солдата. Партия «Единая Россия» планирует провести акцию «Защитим память героев», рассказал вице-спикер Мосгордума «Единоросс Андрей Метельский». В этом году, 23 февраля, особенный праздник. И не только потому, что это праздник День защитника Отечества. Это еще и праздник, которым мы отдаем дань погибшим героям. Тем людям, кто защитил нашу страну. Тем людям, кто в далеком 41-м защитил Москву. Кто выстоял и победил. И я могу сказать, что мы говорим сегодня «нет» всем тем, кто хочет забыть историю. Всем тем, кто хочет забыть тот великий подвиг, который совершили наши отцы и деды. Акция «Защитим память героев» – всенародная акция. Она пройдет по всей стране. Мероприятие «Единороссов» не согласовано со столичными властями. Согласно указу мэра, в Москве запрещено проводить любые массовые акции в связи с пандемией коронавируса. Российский хоккеист Артемий Панарин покинул расположение своего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» после того, как его обвинили в избиении девушки. Клуб поддержал хоккеиста, назвав обвинение запугиванием за политические высказывания. О развитии скандала Алексей Осин. Панарина попросили взять отпуск, пока идет разбирательство. Так, во всяком случае, пишет обозреватель НХЛ Павел Лысенков. Играть он пока не будет. При этом клуб выразил нападающему поддержку с намерениями установить источник необоснованных обвинений. Между тем, источник очевиден. Это интервью хоккеиста и тренера Андрея Назарова, появившейся в «Комсомольской правде». В нем он напомнил историю десятилетней давности. По словам Назарова, Панарин, который тогда еще играл в России за Витязь, избил в Риге девушку и избежал ответственности, только дав взятку. Назаров и не скрывает, что вспомнил эпизод из-за политических заявлений Панарина, который любит критиковать российские власти, а недавно публично поддержал Алексея Навального. «Есть у Артемия имидж. Мистер справедливость», — сказал Назаров, предложив Панарину поделиться непарадными моментами своей жизни. С официальным заявлением о поддержке хоккеиста выступила и Национальная хоккейная лига. Артемий Панарин — один из самых результативных игроков лиги и самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Ирина Меркулова, служба информации, ХМСКВИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова «Утро на Болткоме» Между тем, продолжаем «Утро на Болткоме». Александр Шунин, Олег Пеков проводит сегодня с вами. Снова доброе утро. Ну и, как мы обещали, уже прозвучал, можно сказать, анонс в первой части. Мы поговорим о том, как изменится политическая карта в Латвии с уходом из активной политики господина Лембергса. Как ляжет эта самая карта после того, как Лембергс приговорен к пяти годам реального тюремного заключения, конфискации имущества, еще и штрафу. Ему, правда, снизили с 64 500, если не ошибаюсь, до 20 000, конечно, по этой статье пошел не только он, но и его сын, и его деловой партнер. Господин Лембергс уже вчера был доставлен в Рижский Централ, ему будет сделан тест на COVID, конечно, все эти процедуры он пройдет. И с нами на телефонной связи профессор Рижского университета и министрадания, экспикер Сейма, Илга Кретуса. Госпожа Кретуса, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, самый главный вопрос, вот эта одиозная личность, олигарх, препровожден в Рижский Централ, что изменится в латвийской политике, что изменится в латвийской экономике? На данный момент я бы сказала, что ничего не изменится, потому что не такое уже влияние господина Лембергса было на то, что происходит сейчас в Латвии. Он уже от того, что делает правительство, был отдален. Ему определенные политические силы остались в Ланспилсе, но там тоже его, как сказать, обрезали крылья, когда были санкции, когда переняли порт Ланспилса, который экономически уже показал свой спад в развитии. Так что в таких больших размерах ничего не изменится, поскольку та политическая сила, в которой он был вместе, то есть это Крестьянский Союз, они сейчас сами перед вопросами, как быть дальше, кто будет вести эту партию, они в оппозиции и на данный момент, пока держится это правительство, для Крестьянского Союза ничего не может измениться по отношению к власти Латвии. Но могут нарисоваться некоторые интересные моменты, потому что, с одной стороны, мы говорим, да, осудили, пять лет в тюрьму, но, как мы знаем, есть возможности господину Ламбекса, и он это будет оспаривать. Во-первых, он будет оспаривать то, что ему взяли под арест, как мы знаем, сына и его коллегу не взяли под арест, сразу его взяли под арест. Это тоже можно оспаривать, подавать в суд, а так как и дальше идти еще минимум два процесса, где могут подавать на апелляцию и рассмотреть присужденный срок. Так что ничего в этом отношении, ничего не кончилось, это все будет продолжаться. И пока это все не кончилось и не доведено до конца, насколько я знаю, господин Ламбекс сможет сохранить свои политические возможности и быть кандидатой, когда пойдут выборы в самоуправлении. Так что... А это уже ближайшее лето. Учитывая, что сразу после оглашения приговора Ламбексу прозвучала информация о том, что начат уголовный процесс против его бывшего адвоката, которому было поручено, в общем-то, имущество за ним присмотреть, я говорю о Рудольфе Мироне, могут ли они поменяться местами в центральной тюрьме? Ну, знаете, насчет Мироне, это вообще такой очень непонятный момент сейчас в Латвии, да. В конце концов, никто не может сказать, сколько он растратил, что он делал, что он не делал. Какие уголовные процессы могут быть возбуждены против него, насколько он связан не с крестьянским союзом партии, а другими партиями, как спонсоры, как благодетель для них, да. Так что я думаю, что в этом отношении еще будет много интересного на что смотреть. И в конце концов, могут они и разделить камеру на двоих. Ожидают ли нас другие резонансные дела? Да, ведь, господин Лэнбергс, был причислен к лику, так сказать, нескольких олигархов, остаются другие. А если меняется политический ландшафт, если приходят молодые, рьяные, может быть, будут какие-то уголовные процессы и против других ранее замеченных? Как вы видите, да, мы помним шествие и праздник против олигархов, да, где там даже, по-моему, косты жгли и так далее, такие уже очень такие амбициозные заявления были. Но единственным, который реально прошел судебный процесс, это Айвар Лэнбергс. Ни господину Шчейл, ни господину Шлессерса никаких обвинений до сих пор не предъявлено. И насколько я слышу, насколько я слежу за тем, что происходит в высших кругах, то на данный момент никаких уголовных дел против них нет. И не предвидится. Да, и знаете, так получается, у нас был один коммунист Альфред Фрюбикс, кого судили, и сейчас окажется, что у нас только один олигарх Айвар Лэнбергс, и все на этом решается. И это очень оставляет такой неприятный осадок для общества, поскольку у нас такая, не знаю, немножко комсомольский подход вообще к решению проблем, то есть арестовать, показать, что мы делаем, значит, таким наскоком, да. И потом где-то все эти уголовные дела исчезают. И если мы смотрим на дело Лэнбергса, то, знаете, уже одно поколение, молодое поколение уже выросло и вошло в политику, пока его судили все это время. И это такое, ну, знаете, не почему-то не получается нам судебную систему, эту всю юрисдикцию, которая проходит в Латвии, сделать таким убедительным и таким, которому поверил бы народ. Ну ладно, судили сейчас одного человека, а где все остальные процессы, начиная с депутатов, которых арестовали в доме Саэма, да, как мы помним, на лестнице, даже их там, чуть не говорю, улазили в закованных цепях, да. А потом где-то все западает, да. В самом деле, да. И поэтому нет веры, что это сейчас будет продвигаться дальше, и что вот как будто это первый процесс, за которым последуют другие. Нет такой веры и нет и таких намеков ни с одной стороны, нет, что что-то будет продолжаться. Мы беседуем с профессором Рижского университета и министрата Нилгой Крейтуса. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, дело Лэмбергса, оно больше все-таки про передел имущества, передел сфер влияния, или это своеобразная такая отчетная работа, домашняя работа наших нынешних властей перед, ну, скажем так, заокеанскими коллегами весной нужно давать отчет о том, как проводится в Латвии борьба с отмыванием денег. И это мог быть просто показательный такой процесс, мол, вот, ребята, посмотрите, мы работаем, мы сделали домашнее задание, мы посадили человека, которого обвинили вот-вот в таких вот вещах. Знаете, тут насчет перераспределения имущества, тут, я думаю, уже все, что надо было, уже перераспределено, и тут никаких больших таких, ну, размахов, ничего такого мы не увидим. Ну, единственное, что прозвучало, что бывший прокурор города Ванспилса, бывший соратник Лэмбергса, господин Коколыш, который уже тоже получил свою долю, ничего не надо перераспределять, что против него возбужден уголовный процесс, ну, вот посмотрим, что там будет дальше. Да, сейчас вы правильно сказали, что есть определенная такая возможность, но мы знаем, что вообще вопрос Ванспилса в Америке был услышан только из-за активности наших отдельных политиков. Никто в Америке не следил за Лэмбергсом и Ванспилсом как такого милевого масштаба событий, о котором надо реагировать. Да, сейчас эти люди, которые шли на то, чтобы Лэмбергс насудить и так далее, да, они, да, конечно, могут сейчас сказать, да, видите, как мы, из-за нас все это произошло. Может быть, для Америки, для тех людей, которые тогда поддержали эту идею, это будет что-то означать, но внутри, в Латвии, если эти политические партии будут считать, что они поднимут свой рейтинг и будут здесь более приемлемы и на следующие парламентские выборы, даже на самоуправленческие выборы, что из-за этого они получат большую политическую пользу, я думаю, они ошибаются. Этот процесс уже не дает такую возможность, ну, как будто подняться на высшие ступени выборной системы, поскольку мы знаем, что сейчас неверие в партии, особенно те, которые в коалиции, очень висок, и народ разочаровался в тех обещаниях, которые звучали. Но того и Лэмбергс тут неспасательный круг. Можно ли ожидать возвращения господин Лэмбергса в политику, ну, вот после, не знаю уж, какого-то определенного времени? Я думаю, что не надо никакого определенного времени. Я думаю, что он использует все возможности, которые будут сейчас на самоуправленческих выборах о своем движении, своей кандидатуре, да, зная его характер, его азартность, его такое стремление всегда быть впереди и на такие резкие движения, да. Я думаю, что он еще свое последнее слово не сказал, я не думаю, в республиканском размере сейчас, но в Энспилсе ему очень трудно найти соперника. Как вы видите, на прошлые выборы там Крестовский, бывший министр наш, да, хотел, что он там ведет новые правила, новый порядок. В Энспилсе новый порядок вести почти невозможно, если господин Лэмбергс будет участвовать в политическом процессе, но зная его как личность, я не сомневаюсь, что он так просто не сдастся и так просто не отойдет в сторонку и не будет ждать пять лет, чтобы потом опять выйти и себя показать. Можно ли сказать, что вот эра олигархов в Латвии закончилась? Если ли да, то как называется вот эта новая наступившая эра? Кто сейчас у власти? Ну, знаете, о том, что эра олигархов кончилась, это было бы, ну, идеально или, я думаю, с одной стороны даже где-то сферы фантастики. И то, что сейчас тогда, то есть и те, которые были олигархами, которые имели свое влияние в экономике и так далее, они же никуда не исчезли. Мы, как мы знаем, господин Шчелл действует, господин Шлессерс работает, господин Коколис работает в Эдуале, да, на замке и другие. Так что ничего не изменилось. Просто один снят с активной деятельности на какой-то срок, а то, что в Латвии экономические системы ничего не изменилось, это мы видим, и мы видим, какие группировки работают, и не надо новые названия придумывать. Олигарх есть и остается олигархом. Это историческое обозначение, которое в себя включает все, что происходит в экономике, особенно в Латвии. Да, но просто остальные сидят последние годы тише воды, ниже травы, деньги любят тишину, как известно. Ну, знаете, я вам хотела сказать, деньги не надо всегда нести, как нами, спереди. Но тихо дела делаются, мы помним, даже Режскую думу распустили на основе вывоза мусора, да. И знаете, как мусор, это золотые горы, как с одной стороны можно сказать. Так что все дела продолжаются. Просто люди поняли, они свое получили, у них свои резервы есть, у них свое состояние в экономике есть, им политика больше не нужна. поскольку те люди, которые вот из ЧЛСС, они очень успешно использовали те возможности, которые им давали другие политики, пока они находились во главе политических партий. Они свое взяли, им сейчас не нужны эти растраты, ведь партию содержать надо, деньги тратить, ресурсы и так далее, да. Когда ты получил то, что ты хотел, ты уже можешь чисто работать своими деньгами, создавать еще больше денег, и смотреть, как эти политики между собой дерутся, пока они их не трогают. Как вы видите, наши политики не очень-то стараются на дела, на практические дела идти против тех, которые владеют экономическими рычагами. Спасибо большое. Спасибо огромное. Крэйтус, с нами на связи был профессор Рижского университета имени Страдани, экс-спикер Сэйма Илга Крэйтуса. Мы обсудили буквально в нескольких словах такими крупными, большими мазками, то, как изменится или не изменится политический ландшафт с перемещением Айвара Лэнбергса в Рижский Централ. Напомню, вчера ему присудили пять лет реального лишения свободы, конфискацию и штраф в 20 тысяч евро. Но есть нюансы. Ну и вот история, как мы понимаем, может продолжиться. Ну, точно так же, как и продолжается наш эфир, впереди новости, после чего еще один час утра на Болткоме. Утро на Болткоме